Генеральные партнеры проекта. Женский фитнес-клуб на Гагарина 99, Тонус Клуб. Центр снижения веса и коррекции фигуры BB Клиник. Фитнес-клуб премиум-класса Orange Gold Gym. Наблюдает за здоровьем участников медицинский центр МедПрофи. Хорошего человека должно быть много. Именно так оправдывают себя те, у кого есть лишний вес. И, как правило, чем больше килограммов у такого человека, тем меньше его сила воли. Вернуть себе былую уверенность, мечту стать лучше, обрести стройную фигуру. Вот о чем в наше реалити-шоу мы решили похудеть. Меня зовут Мария Романова. И я предлагаю начать худеть по-крупному прямо сейчас. Это самый масштабный кастинг за всю историю проекта. Почти 50 человек собрались в ресторане «Океан» В надежде, что именно они попадут в девятый сезон нашумевшего ТВ-проекта, мы решили похудеть. И женщины, и мужчины разных возрастов честно прошли все испытания кастинга. Заполнили анкеты, взвесились и ответили на каверзные вопросы специалистов. Без лишнего стеснения, самые раскрепощенные люди, как принято их считать, рассказали все о своей жизни и заветных мечтах. Подружка была, и мы травим всегда ходили, называли «Три поросенка». Своими изъянами, конечно, я вижу, что у мужа на ней горят глаза. Я перестала, может быть, обращать на себя внимание. То есть, и он мне поставил ультиматум непосредственно, да, то есть, что, как бы к лету не исходнешь, мы с тобой разбежимся. Встречался с девушкой около 4-х лет, и можно сказать так, что она откормила меня. Она меня бросила, и после этого я набрал около 10 килограмм. Я пришла, чтобы похудеть. На самом деле, мне просто скучно. Я хочу немножко трэша, немножко какого-то веселья, разнообразия в своей жизни. Хочу засветиться на телевизоре. Привет! На кастинге, как на экзамене, волнуются все без исключения. Шанс попасть в проект есть у каждого. Первое испытание – это наши весы, которые, как правило, показывают неутешительную правду, а правду, как известно, не все любят. Второе испытание – это откровенный разговор с будущими наставниками. Жена любит накормить, чтобы все было хорошо, красиво и так, и любим друг друга. Познакомилась с мужем. Муж предпочитал именно пыше. Тело. Пышек, да. Лишний вес – этот вопрос участники раньше избегали и заедали, а сегодня им приходится совершенно откровенно говорить об этом. Я – толстожопик. Практически все участники кастинга следили за проектом, поэтому старались удивить судей. Домохозяйка Елена Костюрина из Гурьевска рассказала стихотворение собственного сочинения. «Прибывая в ожидании, считая дни, когда-когда, телефонный звонок накануне. Вы Елена?» «Говорю, да. Это Денис Первого городского. Ждем вас на кастинг ровно в пять. И тишина в телефоне. Вы готовы удивлять?» Веселые близняшки поделились воспоминаниями о том, как их дразнили в детстве и почему их стесняются собственные дети. «Она мне приходит домой буквально, наверное, месяца три назад и говорит, «Мам, мне дразнят девочки, что у тебя мама толстая». Ну, я понимаю, ей это неприятно, и неприятно мне это. А у меня сейчас пойдет еще вторая в садик, и понимаю, что и ей будут это говорить». Свой неподъемный интерес к проекту на этот раз проявили не только простые домохозяйки, но и популярные люди города, что вызвало не только удивление, но и возмущение некоторых из участников. «Здравствуйте! Это программа «Другой город». Мистический проект Первого городского канала». Телеведущего Андрея Судакова знают в городе практически все. Остроумный и любимец публики. Но, как и большинство участников нашего проекта, он не может отказать себе в маленькой слабости вкусно поесть. «Чувство неловкости есть, но это как, наверное, с алкоголиками. Надо признать, что это существует, что это есть. Вот я признаюсь, да, да, я толстый, и мне надо худеть». Ведущая и организатор свадеб Елена Черникова благодаря нашему проекту хочет вернуть свою стройную фигуру и научиться правильно питаться. «Я буду делать все, что мне скажут, по-честному, вот прям тут серьезно, по-честному. Буду, если, правда, будет тяжело, я могу даже ругаться, мне кажется». Но настоящее негодование вызвало появление этих девушек. Модельной походкой и с надменным видом дамы прошли за самый дальний столик. Возможно, кто-то из присутствующих узнал в них участниц коллектива «Шоу толстушек», которые несколько лет подряд выступали на корпоративах. Воздействовать на наставников нашего проекта Людмила решила привычным для себя способом. Лилия Волкодав в нашем проекте не новичок. После развода с мужем в апреле 2016 года она пришла на кастинг нашего реалити-шоу. За шесть недель проекта она скинула 13 килограммов и стала победительницей седьмого сезона проекта «Мы решили похудеть». Но уже осенью судьба подкинула ей новое испытание. Она и ее дети стали заложниками собственного дома и чудом спаслись из горящего особняка. «Соседка в пять утра вышла попить воды на кухне, увидела, что зарева огромная, забежала голыми, нас будили, выбивали двери, в общем, все спали. Ну, когда уже проснулись, спасать было нечего, только ждали пожарных и тушили. Это был дебрис, я бы так сказала. Это было тяжело, но благодаря тому, что у меня много друзей, знакомых и вообще много людей, добрых, совершенно незнакомых, которые откликнулись на нашу беду, на наш вообще зов. И сейчас все хорошо, это главное. На один из самых популярных вопросов кастинга «На кого из знаменитостей вы хотели быть похожими?» ответы самые разнообразные. Примером для подражания стала утонченная фигура Анни Лорак. «А за тобой как по краю хожу». «Не мояся ступица и не вопрошу». Но самым распространенным ответом стало простое человеческое желание быть чуть лучше и похожим самим на себя. То, что меня порадовало, что моя задница не самая толстая на этом празднике жизни. Ни я, ни наши наставники не ожидали, что будет такое большое количество желающих принять участие в нашем шоу. Поэтому нам пришлось поменять условия нашего проекта прямо во время кастинга. Вместо девяти человек, как было в предыдущих сезонах, в этот раз будут участвовать сразу пятнадцать. Новый сезон, новые правила. Три наставника и три команды по пять человек. И на этот раз, кто хуже всех будет справляться с условиями проекта, срывать съемки и срываться, те будут выбывать. Новшеством будет и открытое голосование. Участники в любой момент могут выгнать своего конкурента, а наставник имеет право не согласиться с решением команды и спасти участника. Наша задача за эти два месяца показать максимальный результат. И за эти два месяца не угробить здоровье человека. Это первостепенно. Постольку вы сами слышали, что многие пришли с проблемами гормональными. Сейчас многие сталкиваются с проблемой ожирения. В первую очередь это из-за неправильного питания и отсутствия физических нагрузок. То есть это основная проблема всех, в принципе, конкурсантов. Они воодушевили и показали нам, что действительно, те участники, которые сегодня пришли, они с большим желанием пришли похудеть, заняться своим здоровьем, своим телом, увидеть себя по-другому в этой жизни. И не только для кого-то, и не только для своей семьи, но прежде всего для себя. Поэтому мне было очень интересно сегодня посмотреть на конкурсантов. Кастинг закончен. Из более чем 50 человек наставники отобрали 15. Для участия в нашем реалити-шоу мы решили похудеть. Предлагаю познакомиться. Здравствуйте! Здравствуйте! Я поздравляю вас. Вы в девятом сезоне. А это значит, что жесткая борьба начинается прямо сейчас. Стартуя с этого дня, вы будете худеть под бдительным и пристальным вниманием наших наставников. А сейчас я предлагаю разделиться на команды и получить заветные футболки. Итак, начинаем с команды желтых. Жанна Сидина. Жанна Сидина. 48 лет, рост 162 сантиметра, вес 89 килограммов, 300 граммов, мечтает похудеть до 64 килограммов. Ольга Макарова. Ольга Макарова. 44 года, рост 165 сантиметров, вес 80 килограммов, 700 граммов, мечтает похудеть до 60 килограммов. Елена Костюрина. Елена Костюрина. 49 лет, рост 168 сантиметров, вес 101 килограммов, 800 граммов, мечтает похудеть до 70 килограммов. Сергей Горин. Сергей Горин. 56 лет, рост 178 сантиметров, вес 114 килограммов, мечтает похудеть до 95 килограммов. Итак, черед команды красных. Ольга Бочкарева. Ольга Бочкарева, 31 год, рост 173 сантиметра, вес 101 килограмм, 200 граммов, мечтает похудеть до 70 килограммов. Людмила Карманова. Людмила Карманова, 26 лет, рост 165 сантиметров, вес 92 килограмма, 200 граммов, мечтает похудеть до 70 килограммов. Екатерина Сабинина. Екатерина Сабинина, 30 лет, рост 170 сантиметров, вес 104 килограмма, 200 граммов, мечтает похудеть до 85 килограммов. Ольга Иванькова. Ольга Иванькова, 28 лет, рост 165 сантиметров, вес 94 килограмма, 400 граммов, мечтает похудеть до 60 килограммов. Команда белых. Олег Васильев. Олег Васильев, 24 года, рост 178 сантиметров, вес 100 килограммов, мечтает похудеть до 80 килограммов. Антонина Степанова. Антонина Степанова, 30 лет, рост 170 сантиметров, вес 91 килограмм, 200 граммов, мечтает похудеть до 70 килограммов. Ратибор Панюшкин. Ратибор Панюшкин, 23 года, рост 170 сантиметров, вес 86 килограммов, 500 граммов, мечтает похудеть до 73 килограммов. Лилия Волкодав. Лилия Волкодав, 35 лет, рост 160 сантиметров, вес 79 килограммов, 800 граммов, мечтает похудеть до 60 килограммов. И Андрей Судаков. Андрей Судаков, 42 года, рост 183 сантиметра, вес 112 килограммов, мечтает похудеть до 90 килограммов. Пришло время нашей традиционной клятвы. Обещаете ли вы в ближайшие два месяца беспрекословно выполнять все указания и требования ваших тренеров и наставников? Обещаем. Обещаете ли вы, несмотря ни на что, находите время на свои тренировки? Обещаем. Обещаете ли вы правильно питаться? Обещаем. Обещаете ли вы ежедневно в нашей группе ВКонтакте отчитываться, что вы съели за день и каковы ваши успехи? Обещаем. Запомните, назад пути нет. Вы пришли сюда не дружить, а бороться. Бороться со своим лишним весом. И главная победа – это победа над собой. Команды сформированы, проект в эфире. Самое время узнать, могут ли наши участники бороться с лишним весом и нет ли у них каких-либо противопоказаний. Для этого они должны пройти медицинское обследование. Надеюсь, все те, кого мы отобрали, попадут в проект, и нам не придется искать желающих на скамейке запасных. На следующий день после кастинга все 15 человек прошли обязательное медицинское обследование. Кроме общего анализа, у всех без исключения взяли анализ крови на содержание глюкозы и содержание холестерина. Очень часто люди с лишним весом страдают сахарным диабетом или заболеванием эндокринной системы. Сегодня пришло время подвести результаты обследования. Доброе утро. Доброе утро. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Скажите, вес избыточный у вас давно? Да, уже достаточно давно. Правляться где-то начала после второго класса. Давление у вас 160 на 100. Конечно. Возможно, вы утром кофе пили, волнуетесь. По представленным анализам, что мы видим? Значит, функция щитовидной железы у вас хорошая, абсолютно в норме. Значит, здесь делался анализ на инсулин. Инсулин у вас тоже нормальный. И еще делался на гликированный гемоглобин. Это такой интегральный показатель гликированного гемоглобина, который отражает компенсацию углеводного обмена за последние 3 месяца. Вот этот показатель у вас не в норме. Возможно, вы в течение 3 месяцев злоупотребляли очень сильно сладким, булочками. И поэтому вам нужно будет повторить этот показатель через 3 месяца, так как он через 3 месяца повторяется. И дообследовать, создать кровную глюкозу. Да, и я могу вам такую приятную новость сказать, что в нашей клинике по выходным дням существует скидка 20%. Поэтому, пожалуйста, приходите и обследуйтесь, лечитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Какие у вас жалобы для плохого самочувствия? Нет никаких жалоб. Давно у вас вес лишний? Ну, с тех пор, наверное, как ты стал быть молоденьким лейтенантом, начал потихонечку набирать. По представленным анализам было исследовано функции щитовидной железы. У вас она совершенно нормальная. Был исследован углеводный обмен. Сдан анализ на гликированный гемоглобин. Он тоже хороший. И биохимический анализ был сделан, в котором выявлено повышение уровня холестерина. Я бы вам рекомендовала повторить холестерин через месяц. Можно это сделать в вашем центре или же это вы направите куда-то? Нет, конечно. Все можно сделать в нашем центре. Еще очень такая приятная новость сказать, что на 23 февраля всем мужчинам скидка 20%. Давление в норме, сахар в порядке. В целом никаких противопоказаний нет. На протяжении всего проекта наблюдать за здоровьем участников будет медицинский центр «Медпрофи», который мы покидаем с радостью и облегчением. Все анализы у участников в порядке, а это значит, что все, кто прошел кастинг, герои проекта «Мы решили похудеть». Теперь отправляемся знакомиться с наставниками. Самая возрастная команда нашего проекта отправляется в Центр снижения веса и коррекции фигуры. Добрый день. Меня зовут Наталья Дмитриевна, и я буду вашим наставником. Сегодня вы находитесь в Центре снижения веса и коррекции фигуры. Очень интересно здесь, очень чисто, что я люблю, и красиво. Персонал весь в белом, шикарно. И в кабинетах новые такие агрегаты, или как их назвать, я даже не видел раньше. Такой подарок, полным людям сбросить вес, это очень так сложно, так тяжело. Я смотрела все предыдущие сезоны и мечтать не могла о том, что я могу быть здесь, стоять здесь, давать вам интервью и вообще участвовать в этом проекте. Но я думаю, что добиться цели в этом проекте мне удастся. Я думаю, что наша команда дойдет до финала, потому что у нас все настроены на победу. Встреча с наставником прошла на ура. Теперь можно познакомиться и с Центром. Настроенная на победу команда «Желтых» отправилась на процедуры. Итак, сегодняшний день начинается с чего? На каждого из вас будет заведена вот такая карта. Сегодня будет замер вашего веса, замер ваших объемов. Это все будет вот на этой страничке регистрироваться. Но результат наших Центров, у нас их 12, 64 килограмма за полгода. На данном этапе я уже похудела на 30 килограмм, и теперь я думаю, что все-таки стоит вмешательство извне. Я очень буду стараться выиграть. Ну, конкуренты, конечно, есть, но я не могу сказать, что я хотела попасть в этот проект. И, конечно, эмоций было много. Я думаю, что я дойду до финала, уверена. Но хороший претендент Сергей, я думаю, что у него тоже есть шансы на победу. Как признают специалисты Центра, шансы на победу есть абсолютно у каждого. А не только в начале пути, впереди много работы и возможность познакомиться со всеми услугами Центра. И, конечно, консультант по питанию назначит для наших участников специальную посуточную диету с учетом их пристрастий. А психолог будет следить за их эмоциональным состоянием. Сорваться с правильного курса ни у кого не получится. Наставник это сразу заметит. Если пациент чувствуется, следует твоим рекомендациям, да, то мы увидим, и он сам радуется. Один пациент сказал замечательную фразу, которую он говорит, я особо не заметил. Но когда внук сказал, деда, ну ты ведь завязываешь шнурки сам, вот это был показатель. Прежде всего, хотелось бы пожелать нашим участникам терпения. Хотелось бы сказать им, что у них все получится. И я думаю, что с помощью нас они добьются желаемых результатов. Сборная команды «Красных» в составе пяти человек отправилась в сеть женских фитнес-клубов. Здравствуйте, девочки. Мы рады вас приветствовать в нашем тонус-клубе на Гагарина 99. Давайте познакомимся. Меня зовут Рябоха Анна, я буду вашим наставником. Девочки, а сейчас мы с вами сделаем анализатор веса. Он покажет, сколько у вас жировой массы, сколько мышечной массы и сколько воды в организме. И на чем нам с вами придется работать. Оля, прошу. Вставайте на весы. Теперь приготовьтесь давить на пульты со всей силы, что у вас есть. Это покажет мышечную массу. Давите. И не отпускайте. Давите. Все, хорошо, ложите пульты. Сейчас мы посмотрим результат. Ольга, у вас 21 килограмм лишнего жира. Это очень много. Многие участницы, услышав вердикт наставника, расстроились. За долгие годы они настолько свыклись со своим избыточным весом, что научились не замечать его и искренне не ожидали, что все настолько серьезно. Людмила, у вас 21 килограмм лишнего жира. Конечно, мы будем их всячески мотивировать, помогать им и способствовать их нему преображению. У наших предыдущих участниц были очень хорошие результаты. Минус 16 килограмм, я думаю, это очень хороший результат для девушки, женщины за 2 месяца активных тренировок и процедур, которые мы предлагаем. А предложить и правда есть что. Новейшие смарт-тренировки, которые по достоинству оценили участницы проекта. Антицеллюлитный роликовый тренажер первыми облюбовали Екатерина и Ольга. Девушкин, так трясет, так громче. Давайте поменяйте, скидайте. Ольге достался бара-тренажер. Это специальная капсула со встроенной беговой дорожкой, внутри которой создается пониженное давление, под воздействием которого улучшается циркуляция крови и идет активное сжигание калорий. Людмиле повезло больше всех. Вперед к вершинам стройности она отправилась сначала на клаймб, а затем прокатилась на тренажере с мячом. Первая реакция участницы развеселила не только их самих, но и всю съемочную группу. Знакомства с умными тренажерами вначале проходили весело, и похоже, что никто не отдавал себе отчет, что это серьезная работа. Наши тренажеры, они разработаны специально с учетом женской физиологии. Гордость нашего клуба – это тонусные столы. Тонусные столы позволяют проработать все группы мышц без нагрузки на позвоночник, сердечно-сосудистую систему и суставы. Также у нас имеется много других тренажеров, которые позволят вам избавиться от целлюлита, привести себя в форму после родов, привести мышцы в тонус и выглядеть красиво и женственно. Все круто, надо работать. Я же не просто так сюда пришла. То есть спасибо тем людям, которые дадут пинок, и будет все в дальнейшем прекрасно. Спорт, он должен быть в удовольствии, он не должен быть изматывающим и измирительным. То есть наш клуб предлагает именно такие тренировки, которые проходят легко, разумно и с удовольствием. Теперь для каждой из подопечных наставники женского клуба разработали индивидуальную программу тренировок и питания с учетом их веса, состояния здоровья и образа жизни. Если девушки все будут делать так, как им говорят профессионалы, результаты себя не заставят долго ждать. Тонус-клуб – это европейская сеть женских клубов. Мы используем уникальную методику проведения тренировок, которая позволяет нам гарантировать нашим женщинам хорошие фигуры. Также мы даем рекомендации по питанию и уходу за кожей. Всех милых девушек, женщин мы приглашаем в наш Тонус-клуб на Гагаре на 99. То, что мне сказали, вот это все надо убирать, абсолютно все. Приводить себя в порядок и как раз мы плавненько перейдем. А фотосессия на море, профессиональная, красивая и на память. Команда белых на свою первую тренировку отправилась в клуб «Оранж Голд Джим». Здесь им точно не получится расслабиться. У каждого участника будет свой персональный тренер. Перед началом тренировок все участники прошли замер и взвешивание на специальных весах-анализаторах тела, которые определяют не только вес, но и массу воды, жира, мышц и биологический возраст. Самому молодому участнику всего 23 года. А вот биологический возраст у всех колеблется от 40 до 50 лет. И жировых отложений немало. Поэтому поработать есть над чем. Впереди два месяца серьезных тренировок и откладывать не стоит. Сегодня наши худеющие познакомились с клубом, тренажерами и получили рекомендации от своих наставников. Ну что, начнем? Наталья, мастер спорта по плаванию, призер чемпионата Белоруссии по бодифитнесу. Посмотрим твой уровень физической подготовки, чтобы нам знать, с чего двигаться. Давай начнем с тягин. Мне будет необходимо, чтобы следующему нашему занятию ты мне расписала рацион своего питания. Только честно, чтобы мы могли с тобой составить правильное питание и совместить их с тренировками. Я твой тренер и, надеюсь, друг. Евгений, призер чемпионата в Калининградской области по самбо, имеет второй дан по джиу-джитсу. На эти два месяца и чуть больше. Много рассказывать тебе про тренировку не будем. Освоимся в действии. Пойдем. Сейчас мы посмотрим, на что ты способен, на что ты готов, как организм твой реагирует на нагрузочки. Ну что, ты готов начать? Александр, ХМС по пауэрлифтингу. Чемпион области по жиму штанги лежа. Многократный призер соревнований по пауэрлифтингу. Начинаем упражнение. Жим вверх. Это упражнение на плечевой пояс. Будем делать тебе широкие, массивные, красивые плечи. Значит, смотри. Сейчас мы с тобой закончим твою тренировку. Никита неоднократный участник соревнований в категории эстетический бодибилдинг. За последние три дня ты должна будешь мне написать весь список продуктов, что ты написала. Будь это кусочек сала, которым ты губы помазывала. Будь это маленький фантик, который ты понюхала. Я должен знать обо всем, что ты съела. Хорошо. Все. Чтобы мы составили твой примерный калораж. Да, я хочу. Давай. Погнали. Мы будем стремиться побороть всех. Мы самая лучшая команда. Да. Мы самая лучшая команда. Вот такие мы здоровые. Покажи. Алексей. Мастер спорта международного класса по боксу. Призер Кубка Европы. Двукратный чемпион Испании по боксу. Мастер спорта по маутинбайк. Слушайте, ребята, ну как вам ваши тренера? Мне вообще класс. Он мне просто, мало того, что красивый. Приятно посмотреть. Спортивный. Мой тренер молодой, дерзкий, с большими амбициями. Мне это нравится, когда мне будут отрабатывать свои амбиции. Ну, на самом деле, я просила жесткого тренера, я получила жесткого тренера. Он выжил с меня в семь поток. Ребята, реально, мне кажется, у меня самый крутой тренер. Однозначно мы победим. Это мой тренер тоже из рубкового десятка, как говорится. Я хочу добавить, что у меня единственная тренер девушка, и она взяла мне в свои женские руки. Да это специально, ты понравился просто, бородатый. Мы все тебе завидовали. Стоит отметить, что на момент кастинга вес у участников был совершенно другой, нежели на момент формирования команд. Итак, команда белых Олег Васильев без изменений – 99 килограммов. Антонина Степанова похудела на 5 килограммов. Андрей Судаков также скинул 5 килограммов. Лилия Волкодав потеряла 4 килограмма. И Ратибор Панюшкин – 4 килограмма. Итого общий вес команды белых составляет 451 килограмм 600 граммов. Елена Костюрина попала в команду «Желтых». С момента старта проекта ей удалось скинуть 300 граммов. Жанне Сидиной удалось скинуть 3 килограмма 700 граммов. Ольга Макарова потеряла 2 килограмма и 100 граммов. Анастасия Канаева распрощалась со 100 граммами. А единственный мужчина в составе «Желтых» потерял 3,5 килограмма. Бочкарева Ольга вошла в состав красной команды. И на сегодняшний день она потеряла 3 килограмма 400 граммов. Результаты Елены Черниковой пока минус 200 граммов. Екатерина Сабинина скинула 3 килограмма и 700 граммов. Ольге Иваньковой удалось распрощаться с 3 килограммами. А Людмила Карманова прибавила в весе почти на 1,5 килограмма. Общий вес красной команды – 453 килограмма 300 граммов. На глазах всего города наши герои дали обещание. И теперь стрелки весов будут показывать только заветную потерю килограммов. Но самое интересное начинается сейчас. Мы будем внимательно следить за каждым из 15 участников проекта. Насколько правильно они питаются, не пропускают ли тренировки и выполняют ли указания своих наставников. В следующей серии нового девятого сезона я лично буду награждать лучших приятными подарками. Ну а худшие покинут наш проект, так и не осуществив свою заветную мечту похудеть с помощью нашего реалити-шоу. Смотрите нас каждый вторник в 21.00 в эфире Первого городского канала, а также в нашей официальной группе ВКонтакте. Меня зовут Мария Романова. Прекращайте есть на ночь, занимайтесь собой. До встречи. Генеральные партнеры проекта Женский фитнес-клуб на Гагарина 99 Тонус Клуб Центр снижения веса и коррекции фигуры BB Клиник Фитнес-клуб премиум-класса Orange Gold Gym Наблюдает за здоровьем участников медицинский центр Медпрофи Оранж Голд Джим Номер один при выборе фитнес-клуба Измени свою жизнь, займись собой, избавься от целлюлита, похудей и восстанови свое тело после родов. Женский фитнес-клуб на Гагарина 99 Тонус Клуб гарантирует вам хорошую фигуру.